Войн, праведник, святой, непобедимый адмирал, символ мощи российского флота. Фёдор Ушаков стал героем фильма «Наших коллег» из телекомпании «Квадратный телевизор». Чтобы понять, почему прославленный офицер стал покровителем российских моряков, съёмочная группа объехала несколько стран, проплыла сотни миль по морям и оказалась в Самаре. Эти завораживающие кадры станут началом фильма. Его главный герой – праведный воин, великий российский адмирал, святой православной церкви Фёдор Фёдорович Ушаков. Он командовал Черноморским флотом, военно-морскими силами в Средиземном море. На его счету десятки побед. В боях не потерял ни одного корабля и ни один матрос не попал в плен. Человек-легенда известен всем со школьной скамьи. О нём было снято множество фильмов. Ещё над одним сейчас работает большая команда телекомпании «Квадратный телевизор». Мы поедем в Крым, где на дне моря лежит подбитый Ушаковым турецкий корабль. Мы полетим во Францию, чтобы увидеть в лицо другого поверженного врага флот Революционной Республики. И, конечно же, мы отправимся на место самой главной победы Фёдора Фёдоровича Ушакова сюда, на греческий остров Корфу. Съёмочная группа поставила перед собой главную задачу – найти истинный ответ на главный вопрос, почему из всех известных адмиралов именно Ушакова причислили к лику святых. Сила его русского духа проявлялась не только в победах, но и милосердия к своему противнику. Когда он командовал флотом и когда сражения такого масштаба проходили, он все знают и описывается, что он очень-очень бережно относился к своим подопечным. Его последние 8 лет проживания на Мордовской земле он полностью посвятил себя простым людям, чтобы сделать их жизнь лучше, чтобы разнообразнее было, чтобы дать образование подрастающему поколению, приобщить к религии. В 2001 году великого адмирала канонизировали как святого праведного воина, а в республике Мордовия и в самом центре Саранска стоит большой кафедральный собор, который назван его именем. Фёдору Ушакову воздают почесть и возносят молитвы – простые матросы и главнокомандующие. Чтобы понять своего героя, съёмочная группа жила жизнью российских моряков той эпохи. Мы попробовали на себе жизнь матросов, мы попробовали стрелять из пушек, так как это делал Ушаков, и мы восстановили вот эти все парусные истории, систему флагов, которые разработал великий адмирал. То есть мы попробовали на себе полностью тот внутренний ужин, который испытывает, мне кажется, каждый неофит, который попадает на морские просторы. Это был и шторм, это были и трюмы, и сон в гамаках, и на палубе, и холод, и радость невероятная от того, что ты видишь эти звёзды, эту качку, это море, эти паруса. Коллеги все секреты до конца не раскрывают, но в успехе этого фильма в рамках телевизионного проекта «Военная приёмка» никто не сомневается. Последние кадры картины «Адмирал Милости Божьей» сняты, экспертные мнения записаны, дальше корректировки текста, монтаж и выход в свет. Если говорить об этом, об успехе фильма, чем больше мы погружаемся в эту тему, потому что людей много, а он один, понимаете, адмирал православный, как бы, да, он, собственно, один человек. Чем больше мы о нём снимаем, чем больше мы берём о нём материала, изучаем его, тем больше, лично я понимаю, что мы ещё ничего не сказали. Премьера этого документального фильма запланирована на февраль. 21-го числа его покажут в республике Мордовия, а 23-го на телеканале «Звезда» состоится всероссийская премьера. Уже позже работу представят и в Греции, в монастыре Богородицы Высокой. Виталий Портнов, Сергей Павлов, Новости губернии.